МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем телезрителей в эфире нашей телекомпании недели города. Итоги этой недели подведут мои коллеги в студии Оксана Тебенихина. Рабочих дней было мало, но событий хватило с лихвой. О них мы и расскажем в ближайшее время. Смотрите сегодня. По ухабам рязанские градоначальники услышали жалобы автомобилистов и приступили к долгожданному ремонту дорог. Но надолго ли хватит такого ремонта? Температурные рекорды побиты. Лед на реке тронулся на месяц раньше обычного. Я тигренок, а не киска. Сотрудник передвижного цирка вывел на прогулку по парковке у торгового центра своего подопечного трехмесячную тигрицу. Областной перинатальный центр отметил свой первый юбилей и озвучил результаты работы за первую пятилетку. Проблемы дорожного ремонта в Рязани уже давно стали неотъемлемой частью жизни горожан. Люди регулярно сталкиваются с недолговечностью асфальтного покрытия и с глубокими ямами. Особенно яркой очевидной эта беда становится в период весеннего потепления. О дорожных неурядицах в материале Анны Герцовской. Не так давно на просторах интернета появилось несколько новых видео, позволяющих прочувствовать весь колорит рязанского дорожного ремонта. Начиная от заваливания ям на дорогах города Щебенка и до автомобиля, погрузившегося колесом в огромную дыру на асфальте. Эти видео облетели весь интернет, набирая по несколько сот тысяч просмотров. В очередной раз Рязань утвердила себя в рейтинге городов как самый непредсказуемый регион, исходя из дорожной обстановки. Мы решили более подробно остановиться именно на той удивительной ситуации, когда рабочие ремонтируют дороги щебенкой вместо асфальта. Оказывается, работу по ремонту дорожного покрытия в Рязани можно разделить на несколько этапов. В первом из них службы по благоустройству города засыпают ямы на асфальте обычной щебенкой. Причем порой камни летят прямо в лужу с водой. Таким образом, в городе пытаются временно избавиться от ям на асфальте. Такой уникальный способ ремонта со временем становится просто бесполезным. Ведь практически сразу весь щебень вылетает из ям, рассредотачиваясь по всему асфальту. Рязанские водители тоже достаточно ярко проявляют себя. Окатив водой съемочную группу нашей программы, они выразили позицию многих городских автолюбителей. Завидя хорошую лужу, рязанские машины часто стараются проехать по ней с наибольшей скоростью, чтобы оготить людей или другие транспортные средства волной грязи. Как будто соревнуются, кто лучше это сделает. Так что вопросы у горожан возникают не только к дорожникам, но и к культуре вождения самих водителей. Но возвращаясь к проблемам на асфальте и ремонту дорог щебенкой, нужно сказать, что рассредоточенные по асфальту камни имеют свойство вылетать из-под колес проезжающих машин, попадая в другие транспортные средства или людей. К этому виду ремонта сами горожане относятся достаточно скептически. Вот там засыпали щебенкой, и, наверное, минут через 20 ее уже не было, она вся на дороге валялась. Это безобразие. Лето на неделю максимум. И все, эта щебенка разлетается по сторонам, и ничего хорошего не было. Следующий вид ремонта – это аварийный ремонт дорог, экстренный. Именно его сейчас можно наблюдать на дорогах города. Рабочие освобождают ямы от щебенки, затем воздухом выдувают из них воду, после чего начинают класть асфальт. Примечательно, что под ремонт попадают те дороги, которые недавно были отремонтированы и имеют пятилетнюю гарантию. Эта дорога была отремонтирована полтора года назад и должна была прослужить еще несколько лет. Но уже сейчас она приобрела аварийное состояние, поэтому здесь проводится вынужденный ремонт. Сами жители этого микрорайона негодуют на то, что ремонтные работы на этом участке не заканчиваются на протяжении нескольких лет. Они исправно платят налоги, но результат их продолжает не устраивать. Горожан особенно удивляет тот факт, что асфальт кладется практически в лужу с водой. Говорят, что технология существует специально. Если на самом деле по технологии, думаю, неплохо, а если нет, то если просто завалить деньги, уже сколько денег туда загружено? Очень много. Поэтому жаль наших денег. Следующие два этапа ремонта автодорог – это всем известный плановый ямочный ремонт и, конечно же, замена дорожного покрытия. По словам самих дорожников, в ближайшие дни, скорее всего, такие работы производиться не будут. Это станет возможно, как только асфальт в городе высохнет. В любом случае, сейчас водителям остается быть более аккуратными на дорогах города. Ведь в результате езды по ямам, лужам и щебню могут пострадать их автомобили. Пробитые колеса или испорченные детали в результате такой езды дают автовладельцам право на компенсацию ущерба. Для этого нужно на место происшествия вызвать сотрудников ГИБДД. Они составят соответствующий акт, с которым водитель уже сможет обратиться в суд для возмещения ущерба. На этой неделе вопрос качества дорог стоял на первом месте как у горожан, так и у градоначальников. Стало известно, что в Рязани отремонтируют дороги более чем на 50 улицах. Всего планируют восстановить более 3000 квадратных метров дорожного покрытия. К основным работам готовятся приступать уже в начале апреля с наступлением благоприятных погодных условий. Последний снег сошел с дорог и обочин и в виде луж собрался прямо на проезжей части, прикрыв глубокие ямы и другие изъяны асфальтного покрытия. И только рязанские автомобилисты начали особо интенсивно жаловаться на вечную проблему наших дорог, как дирекция благоустройства города приступила к ремонтным работам. Были дополнительно организованы работы по ямочному ремонту. То есть не только дирекция благоустройства города выполняет работы по ямочному ремонту, но также были привлечены сторонние организации. Значит, работы выполняются с применением уже традиционной асфальт-бетонной смеси, горячего асфальт-бетона, но с соблюдением всех технологий, которые существуют. Темпы ямочного ремонта будут ежедневно увеличиваться, что позволит в течение марта устранить дефекты дорожного покрытия аварийных участков дорог. Всего запланирован ямочный ремонт более чем на 50 улицах на площади около 3000 квадратных метров. С 14 марта этого года планируется привлекать на ямочный ремонт 14 дорожных бригад, что позволит к 20 числам марта убрать всю напряженность на дорогах города, связанную с образованием ямок. Кроме того, проведено обследование дорог, на которые распространяются гарантийные обязательства. По результатам обследований подготовлены материалы и направлены претензии подрядным организациям с целью устранения дефектов. Составлен график выполнения работ по их устранению в рамках действующих гарантийных обязательств. С подрядными организациями были проведены совещания, отправлены соответствующие запросы, для того, чтобы в рамках гарантии они это устранили. Чтобы в рамках гарантии устранили ямки, которые образовались на их дорогах. В этом месяце будут выполнены работы по устранению аварийных выбоин. К плановому ремонту дорожного покрытия планируется приступить уже в начале апреля. Температурные рекорды побиты. Ранее отепель унесла ледяную корку с Аки в небытие. Лед на реке тронулся на месяц раньше обычного. По прогнозам Главного управления МЧС России, в ЦФО начавшееся повышение уровня воды на Аке будет наблюдаться еще несколько дней. Анна Герцовская расскажет об этом более подробно. Уровень воды в Аке непрерывно растет. Ранним половодим удивлены не только обычные горожане, но и представители метеостанций. Специалисты говорят, что предсказать дальнейшее развитие ситуации с таянием льда проблематично, потому что сейчас этот процесс идет с отклонением от нормы. Поэтому и разлив реки, а также его прогнозы специалистам приходится оценивать буквально на ходу. На Аке ледоход наблюдается второй день, вчера со второй половины дня пошел ледоход. Это значительно раньше сроков, даже пока трудно сказать, насколько. Ну, по крайней мере, недели на три точно. На Мокше отмечено также нарушение сплошности ледостава. Появились закраины, неполные ледоставы. А на малых реках, таких как Гусь, Трубиш, Пра, Пет, Верда, освободились полностью от льда. И все же, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время активного таяния снега и большого подъема воды не ожидается. Как пояснили специалисты, последнюю неделю регион находился под воздействием мощного антициклона, который принес с собой теплую весеннюю погоду. Однако сейчас ожидается смена этого антициклона. Он уходит на восток, освобождая место европейскому антициклону, который сейчас обеспечивает жесткую погоду в Европе. Там страшные дожди и прочее, а антициклон приходит к нам на смену и принесет нам похолодание. В связи с этим уже на следующей неделе ожидается усиление морозов до минус 3-7 градусов, а днем температура будет держаться на уровне 0 градусов. Именно исходя из этих прогнозов, синоптики могут делать вывод, что резкое таяние снега в регионе прекратится. Однако, несмотря на это, в работу по защите граждан от происшествий непредвиденных ситуаций, связанных с разливом реки и таянием льда, уже активно включилось в Главное управление МЧС России Паризанской области. Подразделения готовы к проведению аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления. Организованы пункты временного размещения, налажено взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросу приема граждан в случае необходимости в лечебные учреждения. В настоящее время сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС постоянно проводят контрольные объезды территорий. Организована информационно-разъяснительная работа с населением. В четверг 10 марта рязанцы опубликовали в сети видео и фотографии, на которых некий мужчина возле одного из торговых центров города выгуливает тигренка. Хищник был на длинном поводке и без намордника, а человек, сопровождавший его, по словам очевидцев, был не трезв. Пытавшимся поиграть с незнакомцем, тигренок не отвечал взаимностью и всячески пытался отделаться от назойливых зрителей. Откуда столь экзотичное для наших широт животное взялось на парковке торгового центра, долго гадать не пришлось. Рядом гастролирует цирк «Корона». Марина Комиссарова разбиралась в ситуации. Вопрос, как мужчина с тигром на поводке оказался на парковке торгового центра, сразу возник у всех, кто на тот момент был поблизости. Александр, который назначил здесь встречу с другом, сразу достал телефон и стал снимать. С целью впоследствии применить видео как документальное подтверждение увиденного. Я снимал ради того, чтобы выложить и поднять вопрос, почему человек в алкогольном опьянении с тигром на поводу ходит. Вообще с тигром. Ну, с тигрицей, там, мог быть и медведь на тот момент. Ну, дело в том, что мне больше не его жалко было, а то, что тигренок мог просто вырваться и побежать по колесам. Потому что машины дрифтуют часто, и кто-нибудь мог не заметить его. По словам свидетелей, тигренок истощенный и грязный, совсем не хотел общаться с окружающими. А вот мужчина, который его привел, как раз активно предлагал потрогать, погладить и даже сфотографироваться с животным. За плату. Стоимость экзотического селфи с хищником назначил в 50 рублей. Я когда подошел, на тот момент включил камеру телефона, вот, он игрался с тигрицей. И в итоге получилось, что он получил рану, когда тигрица его лапой задела. То есть он начал от нее отходить, она лапу вверх подняла и задела в сгубу. Вот, в принципе, и там тоже на видео есть, когда он просит салфетки, говорит, есть салфетки. Вот, в принципе, потом люди нашли салфетку, ему дали. На ситуацию сразу отреагировали рязанские зоозащитники, которые уже давно обозначили свою позицию относительно передвижных цирков, где животных содержат в совсем неподобающих условиях. Естественно, это нарушает не только этические, но и ветеринарные, какие-то санитарные нормы. То есть, насколько мне известно, пользователь, который выложил видео, там, его и тигр этот укусил. Поэтому наша, конечно, реакция такая, что это недопустимо. В цирке разговаривать с нами не стали. Здравствуйте, телекомпания. Подскажите, пожалуйста, нам бы хотелось получить комментарий по поводу прогулки ваших сотрудников. Комментарий никаких не даем. Однако в одном из интернет-изданий в конце дня появилось сообщение о том, что директор цирка наказал сотрудника финансово и физически. Трехмесячная тигрица не пострадала. Хочется верить, что сотрудникам цирка под хорошее настроение не придет в голову выгулить взрослого тигра. В Рязани живет много любителей прикоснуться к экзотике. А большая кошка и заиграться может, знаете ли. Сменим тему. Жители дома номер 8 по улице Братиславской столкнулись с типичной для весны проблемой. Снег по мере своего таяния оказался в квартирах верхних этажей. Роман Дворецков побывал в гостях у владельцев злополучных квартир. Он в своем сюжете расскажет обо всем подробнее. В этом году весна началась раньше привычного. С каждым днем погода на улице становится теплее и снега уже практически не осталось. Однако не все жители города рады ранней весне. В доме номер 8 по улице Братиславской уже второй год подряд жители последних этажей постоянно заливают талой водой. Началось у нас с прошлого года. С такого же месяца, с марта месяца, начало таяние снега, у нас потекла крыша. Куда мы только не обращались, кому мы только не звонили, никто к нам не приходит. Пришел мастер, конечно, пришел, фотографировал. Все нам показал, значит, и у нас есть фотография эта. Сказал, у нас там нет весна, высохнет крыша, и мы тут же вам все покроем. Но, как видите, ничего нам не сделали, не покрыли, ничего они и не хотят, и не приходят. До начальника не дозвонится, секретарь не допускает, телефонную трубку берет, то у него совещание, то у него еще. Помимо этой проблемы, жители последних этажей вынуждены закупаться свечами. Регулярное отключение электричества вошло в будничную норму. Буквально пару дней назад семья Галины Михайловны жила в кромешной темноте почти сутки. Проводка в квартире оказалась повреждена, а специалисты из обслуживающей компании лишь развели руками, мол, мы ничем не можем помочь. Во время дождей прошлой осенью с такой же проблемой столкнулись соседи Галины Пресняковой. Значит, поток свет, спокойно, знаешь, ну ждем, вдруг поток, вот так, как всегда, отключили и все. А потом я взяла и выглянула на площадку, свет горит. Тогда к соседям звоню, у всех свет горит, только у нас нет. А шел очень сильный дождик. Посмотрели, а там льется вот на этаже, который стоит, вот на площадке, где распределительный весь щит, да? Муж туда как глянул, там вообще ручьем, он наверх слазил, там все льет. Что делать-то? Сидим, вот холодильник пришлось все вытащить куда-то, ужас какой-то. После беседы с жильцами уже на выходе из подъезда наша съемочная группа встретилась и пообщалась с рабочими из управляющей компании, которые заверили жильцов, что приступят к работам сегодня же. Остается лишь надеяться, что в этот раз крыша будет приведена в порядок. И с такими проблемами дом номер 8 по улице Братиславской больше не столкнется. Действующий в Рязани областной клинический перинатальный центр посетил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В эти дни учреждение отмечает свое пятилетие. За это время там родилось почти 15 тысяч детей. Среди них были и недоношенные с экстремально низкой массой тела до 1000 граммов. Высокие показатели учреждения позволяют говорить о хорошем уровне медицинского обслуживания и профессионализме докторов. Так мало лет и такие высокие результаты. За первую пятилетку областной перинатальный центр превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Это первое и единственное в регионе учреждение с трехуровневой системой родовспоможения. Он был построен по проекту возведения высокотехнологичных медицинских центров в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». У нас собраны самые высококвалифицированные кадры. Из всех врачей, которые у нас работают, постоянно растет их квалификация. Если брать общую структуру нашего центра, то мы начинали работать постепенно. На сегодня это огромный мощный механизм, который включает в себя и амбулаторно-поликлиническое звено, и акушерский стационар, и педиатрический стационар. Большая служба параклиническая, которая обеспечивает работу всех этих стационаров. Губернатор Олег Ковалев посетил областной перинатальный центр, осмотрел процедурные кабинеты, пообщался с семьями, продолжение которых появилось в этих стенах, и поздравил сотрудников. Поблагодарил их за труд, за взятую на себя великую ответственность, за важную и такую непростую работу, которую они ежедневно выполняют, и отметил благодарственными знаками передовиков медицинского учреждения. Сам центр важен еще тем, что он задает том в работе других родильных отделений, он задает, будем говорить так, стратегию в этом вопросе, оказание родовоспоможения, введение беременных женщин и так далее. И, конечно, мы сегодня уже не мыслим себя без такого учреждения, как перинатальный центр. Не мыслим просто. И я удивляюсь, когда где-то в регионах сейчас, в частности, вот приезжал ко мне глава колонны, там только строится такой центр. Он строится на население приблизительно около 700 тысяч, это там ближайшие районы должны там обслуживаться. Ну, то есть, понимаете, мы уже далеко ушли в этом вопросе. Помимо всем привычной работы, центр проводит и комплекс сопутствующих мероприятий. В частности, здесь действует амбулаторно-поликлиническое звено, акушерские и педиатрические стационары, параклиническая служба, обеспечивающая работу всех стационаров. Здесь функционируют дистанционно акушерские и консультационные центры с неонатальными бригадами, которые оказывают помощь по всей Рязанской области. Что очень важно, у нас имеется выездная бригада, которая выезжает на роды или для оказания помощи тяжелобольным детям в родильные дома год до Рязани и области. Эти дети поступают сюда и в перинатальный центр, где продолжается лечение. Усилия специалистов сегодня также направлены на реабилитацию детей, рожденных раньше срока, с экстремально низкой массой тела. Результат пятилетней работы – выживаемость детей от 700 граммов до килограмма 76%. Выживаемость детишек с экстремально низкой массой тела во всех категориях с 500 граммов до килограмма составляет сегодня 44%. Ребенок должен находиться примерно в таких же условиях, как и находиться на треутробах. То есть темно, определенная температура поддерживается в окружающем пространстве, тепло и достаточно высокая влажность. То есть те условия, в которых, например, здоровый человек, очень большинство будет существовать. Недленно врожденного, для того, чтобы ребенка – это жизнеспасающие условия. Кроме всего прочего, обратите внимание, он лежит в официальном князде, который моделирует форму матки. То есть и положение ребенка, в том числе, достаточно комфортно. Перинатальный центр в Рязани начал работу 1 марта 2011 года. Главный врач центра Елена Петрова утверждает, что учреждению есть чем гордиться. Результаты работы радуют. За 5 лет через поликлинику центра прошло более 133 тысяч женщин. Принято более 14 тысяч родов. Родилось чуть меньше 15 тысяч детей. Из них 15% родились недоношенными. 155 малышей родилось весом менее килограмма. С 2012 по 2015 годы младенческая смертность в регионе снизилась в два раза. Российская земля богата талантливыми, гениальными и просто известными людьми, в том числе и нашими земляками. Однако 9 марта свой день рождения отметил бы один из самых знаменитых людей на Земле Юрий Гагарин. В этот день в далеком 1934 году родился наш самый знаменитый соотечественник. В деревне Клушино на свет появился тогда еще Юра Гагарин, а ныне известный на весь мир как первый в мире космонавт. За его 108-минутным полетом наблюдал весь мир. Все, кто знал Юрия Алексеевича, в один голос говорят, что это был очень скромный и общительный человек. Таким его и увидели в 1966 году жители нашего города. Юрий Гагарин приехал к нам в Рязань. Ну, впервые в незнакомый город приехал. И он проезжал по улице Дзержинского. И вот он остановился на перекрестке улицы Гагарина и Дзержинского. Здесь он увидел милиционеров, дежуривших с мотоциклом. Вышел из машины, ну и подошел к милиционерам и стал спрашивать, как вот проехать на улицу Ломоносова. Гагарин пошел к своей машине. И затем сзади слышит такой разговор. Один милиционер другому говорит, слушай, это Гагарин? Второй говорит, да нет, не может быть. Ну, как так не может быть? Гагарин, да ладно, без охраны, говорит. А говорит, давай спросим. Давай спросим. И вот они подходят к Юрию Гагарину и спрашивают. Извините, пожалуйста, вы Юрий Гагарин? Да, ребята, вы меня узнали. Я Юрий Гагарин. Ну, давайте никому об этом не будем говорить. Я приехал к брату инкогнито. Хорошо, Юрий Алексеевич Гагарин. Мы вас сейчас проводим к вашему брату. Однако бдительные стражи порядка все-таки сообщили о прибытии Юрия Гагарина. И за считанные часы новость разлетелась по городу. Рязань имеет непосредственное отношение к освоению космоса. Константин Циолковский и Владимир Уткин приложили немало усилий к этой работе. В преддверии 55-летия дня первого полета в космос музей имени Циолковского, который находится в школе номер 16, ждет всех, кто хочет прикоснуться к истории советской космонавтики. Рязанские спортсмены продолжают пополнять всевозможные копилки спортивных наград. С чемпионата России по восточному боевому единоборству рязанцы вернулись с 10 медалями. Подробности у Натальи Новиковой. С 4 по 6 марта в Москве прошел чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству. Соревновались участники спортивной дисциплины «Сетокан». В соревнованиях приняли участие представители 41 региона России в количестве 957 человек. Всего на дотаме вышли 1520 спортсменов. В честь сборной Рязанской области отстаивали 22 спортсмена. Как, в общем-то, и на всех соревнованиях, вне зависимости от их уровня и сложности, наши ребята не подкачали. Они принесли команде 10 медалей. 7 из которых золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Победителями в своих весовых категориях стали Анастасия Назаркина, Александра Криворотова, Константин Катанаев, Данила Бабарыкин, Леонард Комяков, Евгений Аверин и Николай Лиховченко. Спортивные успехи своих подопечных с гордостью оценили тренеры Сергей Викторович Юткин и Олег Алексеевич Зубрилин. Ну и, конечно, наше поздравление спортсменам и пожелания дальнейших побед. Ну а следующее крупное соревнование совсем не за горами. Уже в мае этого года в Сербии состоится чемпионат и первенство Европы. А осенью чемпионат Европы в Афинах. И на этом мы завершаем итоговый выпуск недели города. Благодарим наших зрителей за внимание. Желаем вам приятных выходных и прощаемся до понедельника. Всего доброго! Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Продолжение следует... Продолжение следует...